Всем привет, ребят! Вы на канале Android and Windows полезные советы и темой сегодняшнего видео будет экономия батареи. На самом деле это очень наболевший вопрос и какая бы быстрая зарядка на смартфоне не была, все равно это важный вопрос. Тем более, к сожалению, пока что еще не у всех быстрой зарядки, поэтому сейчас вам все расскажу. Сразу хотелось бы передать огромное спасибо разработчикам, потому что именно они добавили эти крутые функции, которые позволят экономить порядка 35% батареи от одного заряда. То есть батарея будет работать от одного заряда дольше процентов на 35-40. Вот, ну спасибо вам большое, ребят! Это правда круто! Спасибо! То есть никаких нам сегодня сторонних приложений не понадобится, просто нужно включить определенные настройки. Покажу вам эти две настройки, как их правильно включить, где они находятся. Ну и после этого ваша батарея будет держать дольше. Ребята, перед тем, как начну вам это рассказывать, хотел бы вам посоветовать игру под названием «Мир кораблей». Еще ее называют «World of Warships». Недавно, буквально пару недель на нее подсел. Это, ну, реально просто класс. Класс! Сражаемся там на боевых кораблях 20 века. Есть линкоры, маленькие суда, все виды оружия, там торпеды, ракеты, крупнокалиберные пушки. Ну, просто класс. Если вы играете, ну, будете играть сами с компьютером, то бой будет 8 на 8. Ну, то есть 8 человек за вас, 7 из них компьютер. А если с людьми, ну, с людьми значительно интереснее, там вообще класс, там 16, 12 на 12. Это просто обалдеть, ребят! Тактика, хитрость. Ну, конечно, это никто не отменял. Уже который день не могу оттуда вылезти, просто трачу кучу своего времени. Игра абсолютно бесплатная. Ссылка на нее будет в описании под видео. Ребят, кораблей очень много. Сейчас еще, если зарегистрируетесь, кучу всяких плюшек дают. Видите, полтора миллиона кредитов, 7 дней премиум аккаунта и так далее и тому подобное. Просто переходите по ссылке, скачиваете на компьютер, устанавливаете и начинайте играть. Кстати, компьютер у меня не сильно мощный. Каких-то там крутых, мощных игровых ПК вам не потребуется. Ребят, правда класс. Если хотите, если понравится, пишите в комментариях. Я выложу свой ник, чтобы можно было там сдружиться и играть вместе. Итак, ребят, а мы продолжаем. Кстати, да, ссылочка, конечно же, в описании под видео. Все, заходим и там регистрируемся. Итак, мы продолжаем. И для того, чтобы нам с вами включить экономию батареи, нужно зайти в настройки нашего смартфона. Просто самые обычные настройки. Спуститься немного ниже и перейти в раздел батарея. Да, я не буду советовать вот эту вот, ну да, такую вещь, как многие блогеры советуют. Включить ультраэкономию энергии. Я думаю, и так все они знают. Если ее включить, то в принципе телефон будет работать только для одного. Для звонков и смс. Все, больше фактически на нем ничего работать не будет. Но нет, мы сегодня включаем умные фишки. Поэтому нам с вами нужно перейти в настройки. Вот тут вот сверху шестереночка. И первое, что нам нужно сделать, это перейти в пункт экономии энергии. Заходим сюда и смотрите. У меня этот ползунок выключен. Кстати, напишите в комментариях, как у вас. Выключен или нет. Ограничить фоновую активность и отключить синхронизацию. Нажимаем. Что будет сделано? Ограничение активности системных приложений. Заморозка фоновых приложений. Очистка памяти при блокировке устройства. Отключить службы и функции с высокой энергопотреблением. 5G. Тактильный отклик. Пробуждать при взятии в руки. Ребят, ну фактически я почти ничем этим не пользуюсь. Поэтому просто обалденно. А оно работает и батарею кушает. Я уже тестировал, я уже включал. Реально я почувствовал экономию батареи. И еще советую вам здесь обязательно включить. Не включать экран при получении уведомления. Тоже хорошая вещь. То есть, что будет происходить. Уведомления будут приходить и он у вас как там будет. Не будет зажигаться. То есть, не будет кореть. Это круто, потому что вам кажется это мелочь. А на самом деле это очень сильно садит смартфон. Потому что уведомлений может приходить масса. Постоянное включение и отключение экрана. И вот на включение он тратит довольно-таки много энергии. Потому что, ну в принципе, вы понимаете, что экран это один из основных. Первый, наверное, в списке, кто расходует батарею смартфона. Итак, две эти настройки включили. Это первое, что нужно сделать, чтобы батарея экономилась. Итак, возвращаемся назад. Смотрите, первое, чтобы, точнее, вторая настройка, которую нужно сделать. Отключать мобильный интернет. Вот видите, у меня стоит никогда. Пишите в комментариях, что стоит у вас. Я советую вам поставить через 10 минут. Что это означает? Через 10 минут мобильный интернет, когда вы не пользуетесь смартфоном, и он заблокирован, будет отключаться. То есть, он не будет идти на всякие вот эти вот проверки обновлений, системы и так далее. Ну, подсистемные процессы. Не переживайте. Уведомления там с телеграма, вайбера, вообще откуда угодно. Дальше вам также будут приходить. Все это будет работать в нормальном абсолютно режиме. Но поверьте, экономия батареи будет значительная. И очищать память у вас может стоять никогда или через 30 минут. Я бы советовал вам каждые 10 минут. Это тоже будет значительно добавлять, снижать нагрузку с телефона, с процессора, оперативной памяти. И таким образом, конечно же, батарея будет работать намного дольше. Вот такие вот сегодня советы. Советую вам все это дело сделать, потому что увеличите срок работы батареи в принципе. Ее придется меньше заряжать, а соответственно, она проработает у вас намного дольше. Там не год, не два, не три, а все 4-5 лет. И будет медленнее терять свою емкость. А это важно, потому что цены сейчас растут. Менять все очень дорого, плюс нести в сервис. Это раньше можно было снять заднюю крышку, поставить новую батарею и все классно. Сейчас все смартфоны запаяны, они там супер. И сами вы фактически дома это не поменяете. Это, конечно, можно сделать, но сложно. Поэтому делаем эти советы, про которые я рассказал вам в видео. Ну, всем пока, увидимся с вами в новых видео.